всем привет сейчас начался сезон сбора винограда виноград собираем потихоньку у меня в данном случае виноград и забыла часть винограда я пустил на сок излишки которые остались я пущу на новый продукт который будет называться у меня как бренди сейчас мы данный виноград помоем и отожмем из него сам и отожмем из него сок а что получится дальше смотрите значит помыли мы виноград хочу также отметить что для того чтобы вкус у бренди был наиболее вкусный ярко выраженный то нужно у винограда отобрать все порченые ягоды том числе и зеленые чтобы их вкус не повредил последующем в последующем вкусу бренди настоящее время у нас есть 700 миллилитров спирта 95 процентного для того чтобы нам сделать бренди нам нужно будет примерно 1 литр и 50 миллилитров чистого виноградного сока будем выжимать вот такой сок отжали мы сок у нас получилось это порядка одного литра и 200 грамм мы оставили литр 50 грамм так как нам нужно остальное мы употребили сок очень вкусный ароматный значит что сейчас нам нужно нам нужно сейчас этот сок моего кстати забыл сказать данный сок мы сразу процедили чтобы не было осадка больших хлопьев он стал более светлый сейчас выливаем в емкость после чего после чего у нас есть 30 грамм сахара тоже туда пускаем есть у нас 075 миллилитров спирта тоже выливаем сюда далее что мы делаем после чего у нас есть порядка 25 грамм коры дуба кору дуба можно приобрести в любой аптеке любого города и есть также порядка 25 грамм корня девесила которые нам необходимо сейчас отдать кипятком потому что для того чтобы удалить пыль грязь и все что там было буквально минуты на две на три кора дуба она она сделает более ярко выраженным вкус нашего бренди а корень девесила он немножко оттянет все вкусы вот сейчас он даже дал вкус такой аромат определенный кстати корень девесила применяется в виноделии во многих странах европы в том числе и в пивоварении для того чтобы придать напитку более выраженный вкус яйца и 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 Кипяток также раскрывает все возможности корневища и коры дуба, все его ароматы. После того, как мы обдали кипятком наши ингредиенты, мы их помещаем в нашу смесь виноградного сока и спирта. Теперь тщательно перемешиваем. И убираем наше зелье, которое называется, или хотим бы назвать бренди, в темное прохладное место сроком на 2-2,5 недели. Периодически при этом его взбалтывая, вот таким образом. Ну вот, пришло время сцеживать нашу наливку, то есть бренди. Вот у нас получился вот такой осадок. Сейчас мы аккуратненько это все сцедим, потом профильтруем, и я вам покажу конечный результат. Ну вот, значит, мы слили и процедили наши бренди. У нас получилось вот таких два графина по 0,5 и одна емкость тоже 0,5. Ну, в общем, у сложности получилось у нас 1,5 литра готовой продукции. Так что сейчас будем пробовать, что это такое. Ну, я уже заранее знаю, что это очень хороший, очень вкусный продукт, потому что, когда я это все процеживаю, очень вкусный и ароматный был такой запах. Я вам хочу сказать, что запах, запах очень насыщенный винограда. Не просто, я не знаю, как это назвать, просто бомбический, да? Виноградный сок дает свой запах определенный, сладость дает, а кора дуба и корень девесила определенную вносит в свою такую нотку неповторимую. Ну, как бы советую вам попробовать, если есть желание. Так что за вас, дорогие друзья, за ваше драгоценное здоровье. Хочу, чтобы вы написали комментарии по данному поводу. Если понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал. В общем, за вас. Всего самого наилучшего. Ну, честно сказать, мне очень нравится. Сейчас закусим кусочком королька у нас. Сезон пошел корольки, поспели. Абхазия нам подгоняет корольки. Очень сочный вкус в бренде просто бомбический. Сладость винограда и терпкий вкус коры дуба и корня девесила. Это вообще... Ну, просто рекомендую попробовать. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ